всех приветствую всем здравствуйте а у нас утро александр васильевич съездил даню на работу отвез сегодня 29 июня погода у нас просто жесть тома масло так купила масло подсолнечное масло сливочное есть со хлеб еще взял ряженки взял йогурт я чё наряженку потянул мне не надо я не просил молоко кашу будем варить с утра сахар все надо вот все самое необходимое хлеб рожаной у нас еще шадринский оставался пол булочки а даня какой хлеб брал на работу все в общем надо приготовить завтрак с утра посуду убрать вчера с вечера вымыла но не убирала давай пакетик тоже уберу все уберем позавтракаем а дальше может быть погода наладится да я все хочу за ягодами за земляничкой сестра ездила на днях но кто-то продает кто-то для себя но я вот хочу для себя да пофиг что сыра ну там дождик пойдет сколько там градусов не посмотрел 13 вчера градусов у нас вчера был выпускной ходили получали аттестат но погода была ужасно вообще просто кошмар какой-то так ладно все это уберем завтракать будем саша яичницу готовит на сале фартука дел как путевый так ладно у меня свои дела не надо масло в москвенку положить мне надо поставить кашу варить посуду убрать в общем готовим завтрак маслица а вот и вкусный завтрак яичница будем завтракать кофеечек горяченький в такую погоду такая погода девочки у нас стоит каждый день а что делать я говорю так хочется в лес красота свежий воздух дождичек идет немножко но я вообще выбралась уже начала здесь собирать земляничку ароматная земляничка раньше собираешься смотришь ой донышко скрыла час начнется но ягоды такие крупненькие я скажу очень даже неплохие ароматные очень так что ребятишек надо побаловать надо пособирать ягодки походить ягодка по ягодке ну а чем заниматься девочки такая погода вообще хмурнятской ничего делать не хочется состояние сонную я говорю давай-ка саша это в лес в лес в лес в лес пусть дождь идет мне он не помеха дождь может будет еще идти идти неизвестно сколько а ягода кто не собрать что ли говорю с молоком ягодки ты поесть ребятишка покушает они даже раскисают вот такие вот вроде ягодка такая крупная надо смотреть внимательно очень внимательно надо быть дождик покапывает светочек вода и комары даже он в комарик кошмар такой у нас лес буду ходить и ягоды собирать радоваться жизни дышать свежим воздухом любоваться шишками папоротником какая прелесть какая прелесть какая красота говорят же даже грибочки есть но я в прошлый раз собирала ягоды наткнулась на маслята вот маслята были таки переросшие а в этот раз вот натыкаюсь девочки вот смотрите грибочки поганки поганки есть вот может и грибочки есть где-то смотреть надо ладно нам пока не до грибочков нам бы ягодки собрать ягодки ягодки не скажу что много ягодок то ходишь собираешь по полянкам идешь идешь поляночка раз так вот а какая полянка и собираешь ягодки так зеленка раскисших много тоже обалдеть это просто обалдеть это счастье это радость это счастье это радость обалдеть дождик идет а мне он абсолютно не помеха немножко видно что кто любит такую радость здорово здорово идешь идешь вроде казалось не очень прям полянами полянами пошло и никто не собирает кроме меня такую погоду не грунта может это еще также нашелся люди продают 500 рублей пол-литрового баночка но в такую погоду вряд ли но ягоды раскисают они ждать не будут вон они такие вот такое мы не берем а берем хорошие даже муравьишка попался кто-то писал когда-то когда-то показывал ягодки стараюсь собирать чисто но вот такую земляничку и и не моют ее перебирают стараются собирать чисто кто умеет чисто собирать вот никакими средствами я не мажусь и раньше когда собирали на продажу у меня ягодки чистый чистый вкус вот так что без всяких химикатов как говорится ни от каких клещей ни от кого вот я одела сапоги сегодня погода раз такая оделась все потом пора просмотрим никого ли нет никакого зверька никто ли на меня не заполз так что буду буду собирать дальше красотень просто красота смотрите какая прелесть там вот как будто побольше дождик идет а здесь деревья и так не мочит ну видно что я не сильно мокрая здорово ладно буду собирать дальше красота Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой у нас сегодня улов. Сейчас будем ягодами ребятишек кормить. У нас такая погода, ведь ничего делать не дает. В огород не выйдешь, холодина, ветер ужасный, ветки ломает он. А ягодки позабирать удовольствие получило. Ягодки, ягодки. Мы уже дома. Так, ягодки у нас будут со сметаной. С какого ведра будем ягоды кушать? Не хватило мне времени пособирать. Саша скоро задание поедет. Ну, вот так получается. Здесь у меня 2 литра. 2 литра. Ммм, ароматище. Так бы собирал и собирал, конечно же. Накормим детей наших с досыта. Они хотят со сметанкой. Со сметанкой, с сахарком. Остается только вспоминать. Вспоминаю. Утром, вечером по ягоды. А утром уже на рынок. Банок бывало 10, бывало 20. По-разному. Но мы собирали всей семьей. Ах, вкуснятина. Так. Смотрим. Вроде чистенько собирала, старалась. Ну, мало ли, где-то что-то... Ягоды крупные. Вкуснятина. Вот так, наверное, подсыпать. Ягодки-то будете кушать? Да. Да. Помогали немножко. Помощнички-то. Помощнички, помощнички. Вот так бы варенье. Наварить. Наморозить бы. Марина не захотела с нами. У нее сегодня выходной. Я говорю, доча, поехали. Погода нелетная. Делать ничего погода нам не дает. Ммм, какие вкусные тарелочки будут. А остальное я в контейнерочке вот и в морозилку. Когда были дети поменьше, не было возможности собирать ягоды. А собирали, получается, по чуть-чуть. У нас был лес рядом. Можно было с коляской пройтись. Немножко собрать стаканчик или баночку полулитровую. Пришел, в морозилку вывалил. И она в морозилке подкапливалась, получается. Потом я доставала и могла и ребятишек покормить. Если много, бывало, каждый год по-разному. Каждый год. Бывает год много, бывает нету ягод, допустим. Варенье варили. Кто-то не варит, кто-то сахарит. По-разному. А варенье-то с салатушками, с блинчиками. Мне вот ее жалко мять-то еще, чтобы вот так вот как-то. По чуть-чуть, помаленечку. Ягодочки, ягодиночки. Контейнерочки. Такие вот. Два штучки, наверное, получится как раз. Вчера дома собирали. Дома собирали. Тоже ягода раскисает. Надо успевать умудриться в такую погоду. У нас погода каждый день такая. Вообще невозможно. Мне кажется, весь месяц аж такое. А когда всю неделю у нас льет и льет, дома газ включен, у нас тепло. Так. Это будет у нас первая заготовочка земляничная. Как раз. Как раз в аккурат. Красота. Тут чуть-чуть остается. В морозилочку уберем. Саша, ты хочешь ягоды? Нет. А что нет-то? Это же витамины. Не хочу я вашей витамины. Нет, нет, нет. Давай одну ложку, пожалуйста. Какой вредный. Со сметаной. Саша. Ну, пожалуйста, одну ложку хотя бы съешь, а? Как не хотеть ягод? Ну, пожалуйста, съешь. Я бы... Давай, я пока селедку чищу, картошка уже жарится. Саша за Даней ездил. Даню привез. А я картошечку чистил. Все, пробую. Вкусно? Угу. Угу. Вкусно. Съедает? Нет. Все ясно. Картошечку нажарим. А слушай, эта селедка-то знаешь чем? Как в банках раньше жестяных была. Сельки в оси, что ли? Что-то захотелось с жареной картошки. Саша мне говорит, нажарь картошки. Саша, молоки-то оставлять нет. Так-то я выбрасываю. Конечно, оставляю. Оставлять думаешь? Ну, они вроде чистенькие такие. Ладно. Слюнки текут. Вот так, в общем, сегодня мы немножко вырвались в лес. По комментариям, девочки, хотелось огромное спасибо всем сказать. Что вы пишете комментарии. Не ленитесь. Спасибо вам огромное. Находите минутку. Пишите добрые слова. С пожеланиями. Девчонки, последние там ролики. Марину с днем рождения поздравляли. Дане. Много пожеланий было хороших. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Я вас благодарю. Вот. Так что... Будем снимать дальше. Надеюсь. Ну вот, что есть, девочки? Чем я занимаюсь в такую погоду? Я ей завтра собираюсь в лес. Сейчас с кумой разговаривали. Я ей говорю. Ну, она же возле леса живет. Я говорю, вы еще не выбирались в лес? Я говорю, столько ягод. Ягоды. Собирай, не хочу. Она говорит, нет. Ну, в общем, я их так наманила, что они завтра тоже собираются вроде как по ягодке. Я говорю, это удовольствие не дешевое. Ну, хотя бы столько мы вот сегодня смогли насобирать. Это уже здорово. Потому что с детьми, конечно же, не насобираешь столько, сколько хотелось бы. А хотелось бы, конечно, много. Кто-то писал, показывала я. В тот раз собирала ягоды. Кто-то пишет. А она говорит, ничего не видала, да хватает. Как это? Странные люди. Ну, что, девочки, что надо видать? Вот, что вы пишете, что не видала? Все я видала, все я, как говорится, знаю, знаю. И всего люблю много, много-много-много. И побольше, да, побольше. Всегда всего любила много. У меня всегда все было. И да, как вы там пишете, вот, как сказать, качество не очень или еще что-то. Вот, да, вот домашний костюм, девочки, кстати, очень даже. И брючки отличные от Тики-Текса. Кто-то написал, что костюм большеват. Ну, пусть он свободный. Я в нем буду ходить дома. Я его с собой возьму в Петербург. Петербург поедем в поезде. Легкий такой костюмчик, очень даже замечательно. Вот, что вроде лучшего-то я и не видела. Ну, вы хорошо, девочки, вы видели. Слава Богу, радуйтесь за себя. А я буду радоваться своей жизни. Чудесной, замечательной. Вот, счастливой. Да. Ну, что такое? Ну, покорми ее вам ягодами-то, а? Это что такое, а? Смотри, нету. Посмотри. Нету. Здесь у нас икра. Кто чему радуется, девочки? Да? Кому-то шмотку дорогую купить. Это радость. И кроме такой радости, они ничего в жизни не испытывают. А кто-то радуется простым вещам. Вот простым, девочки. Сходил в лес, насобирал ягод. Погулял по лесу, подышал воздухом. Какая красота. И не нужны мне никакие, как говорится, дорогие шмотки. Для чего они? Для чего? Вы их с собой никуда не заберете. Да, нужно выглядеть красиво, опрятно и чистенько, да? Самое главное. Ну, опять же, у каждого по-разному. По-разному, девочки. У кого как. Даня, ты будешь картошку жареную с селёдкой? Да, Нинка. Картошечка жареная с селёдочкой. С чёрным хлебушком. Слёнки потекли. А чё мы? Мы только завтракали. Потом мы арбуз отведывали. Ну так, перекусывали. В лес потом собрались. Я говорю, это сына. Ягоды. Будешь? Со сметанкой на десерт. Заставляю, вот просто заставляю всех. Поешьте ягодки, поешьте. Ну, не едят. Матвейка хорошо поел. Я тоже хребнула немножко. Надо, говорю, заниматься делами. Не стала уже так прям наедаться ягодами. Я лучше селёдки поем. С картошкой. Вот, так что. Погода не очень. Чем заниматься? Нечем. Сыро, грязно, холодно. Вот, так что, как-то так, девочки. Сейчас начистим селёдки. Начистим селёдки. Начистим селёдки. Картошечка жареная. Селёдочка вкусненькая. Будем кушать. Нам приятного аппетита. Селёдочка. Сельдь его сси. Как раньше прям. Удивительно. Ты будешь селёдку? Да нет. Не хочешь? Нет, в костях говорится. Да там нет костей-то почти. Вижу, вижу кости. Смотри. Не буду я. Не хочу. У меня одной косточки, сына, нет. Давай, давай. Ряженка. Ряженка, да. Я решила ряженка всё запить. Саша, иди кушать. Давай, заходи. Домой. Пошли, сейчас я тебе дам куску. Дверь закрывай. Только не прижми себе ничего. Так, а где полотенце-то? Вон полотенце. Я ещё не закрыл дверь. Это что вы такое? Дверь не закрываете, да? Да. Папа тебе по шее сказал, даст. Папа и сам дверь закрыл. Давай, иди ешь, садись. На телеграм, девочки, заходите. Ссылки внизу в описании оставляем. Приятного аппетита всем. Спасибо. Как вкусно всё. Ну-ка, рыба. Салфетка. Ряженка. Какого? Ну, я ряженку хочу запить. А что такого? Мм-мм! Ммм. К. К. Мм. 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 Продолжение следует...